Давайте я докажу сегодня теорему Вундервардера. Тут придется нам поработать, потому что это не совсем просто. Но начну я с понятного примера, который мы раздавнем подробно. Давайте у нас будет всего два цвета, черный и белый. И прогрессии, которые мы хотим найти, это прогрессии в делу и три. Ну, по-любимому, случай очень частный, но мы на нем многому научимся. Давайте рассматривать вот такие вот тройки. Тройки и таки список. У любой такой тройки есть некий тип, как эта тройка раскрашивается. Ну, может быть, скажем, три черных цвета, у тройки три белых, может быть, вот так вот будет. Сколько всего, кстати, вариантов? Восемь. Восемь. Ну, то есть, что происходит? Мы берем отрезок натурального ряда, какой-то очень большой, нас даже не важно, не интересует, насколько большой, и вот он раскрашиваем у нас там в два цвета, черный и белый. Вместо того, чтобы смотреть на раскраску отдельных точек, мы будем смотреть на раскраски троя. Да? Если вот в этой последовательности появилась такая конфигурация или такая, то что? Доказывать нечего. Это уже арифметическая прогрессия внутри. Правильно? Если вот мы смотрим на раскраску отрезка резиста до резка, и вот там появились три точки такие и такие, все, все хорошо. Ну, значит, на самом деле, вот у нас могут только вот такие типы встречаться. Правильно? Так. Хорошо. Хорошо. Давайте рассмотрим, вот у нас сколько осталось? Шесть типов, да? Рассмотрим 18 точек. Даже не 18, а 21 точек. Это значит семь таких вот троек. Семь троек. Троек так сильно, а типов шесть. Значит, две тройки имеют один и тот же тип. Правильно? Давайте начнем с простой ситуации. Когда у нас две тройки имеют вот такой тип. Одинампу. Да? Что я делаю? Давайте возьмем отрезочек вот этот и отложим его сюда. У этой точки свет либо белый, либо черный. Если он черный, вот она прогрессия 2D3. Правильно? Да? Вот она и есть. Правда же, да? Значит, он белый. Оставок. Конечно. Я возьму вот такую тройку. Все. Так. Но это вот такой вот тип. Ну, ясно, что два белых, а не черные. Два черных, а один белый это одно и то же, да? Вот. Но у нас тут есть еще два позитивных типа. Вот таких. Да? Что мы, вот собственно, сейчас доказали? Что если у нас имеется две тройки одинакового типа вот такого, да? Какой? Я тут уже обложил. Давайте по-разному обойдемся. Вот эти вообще на мунике. Да? А вот эти вот у меня значит, паразиты. Значит, если у меня имеются две тройки такого типа, ну или там две тройки такого, 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 то все. Вот я сейчас все доказал. Да? Но может быть так, что нету их. Ну, таких, значит, троек нет. Могут ли быть, вот например, могут ли быть все тройки вот только такого типа? Можем. Если бы раскрасывал нас периодически. Черный, белый, черный, белый, черный, белый. Черный, белый. Да? Ну, там только такого и такого встречаются. Ну, тут, конечно, прогрессия миллиона. Правильно? Я беру вот так вот. Значит, на самом деле вот эти вот паразитические только они встречаться не могут. А может быть так, что значит, много вот этих паразитических и по одному, так скажем, этих терапий. Вот это вот бывает. Правильно? Хорошо. Давайте вот я возьму первый раз, когда появился у меня почему-то я наоборот нарисовал черный, белый, белый, но гусорный. Первый раз, когда появился вот этот вот тип, да? Есть он, да? Ну, а дальше вот этот вот паразитический. да? И посмотрим снова вот на эту точку. я откладываю этот отрезок сюда. И рассуждаю так же, если здесь точка белая, то тогда вот она арифметическая прогрессия. Если она черная, то кто на арифметическое? Понятно, да? Вот. Значит, ну, это простой случай, но он нам подсказывает одну вещь, что, так сказать, надо рассматривать типы не отдельных чисел, а троек. вообще вот эти типы тоже можно рассматривать как раскраску. Вот это вот один цвет, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. То есть надо раскрашивать на самом деле сразу много точек. Вот такой вывод.